Какой там у нас дубль уже? Седьмой получается. Продолжаем. Пока вы перекуривали, я подготовился. Что у нас здесь? Мы договорились о том, что мы будем отправлять данные, предварительно отправив 4 байта размер. Сколько мы отправляем? Вот я нашел в своих старых проектах. Это сишный, это гошный. Начнем давайте с си. Си плюс плюс того, точнее, варианта. Вот как мы читаем данные. Где наши... Нет, это мы закроем. Это все закроем. Закроем, закроем. Это тоже все закроем. Это ставим. Вот наш код. Вот здесь получается, что первая проверка у нас на состояние. Если connected, тогда мы работаем. Чтобы не читать из сокета, который уже дисконнектнулся, например. Это, кстати, не обязательно, наверное, или обязательно, даже не знаю. Что он здесь делает? MessageSize это интовая переменная, которая... Она даже приватная, она даже не protected, а приват переменная. Интовая переменная, которая как называется? MessageSize. То есть мы ее как раз и будем распарсивать и получать, сколько же байт нам нужно считать, чтобы получить весь пакет. Вот здесь. Проверяем. Копируем и вставляем. Вот поток тут еще был. MemoryStream. Вот как раз то, что ты спрашивал за MemoryStream. Он пишет в стрим и читает из стрима. Ладно. Где это было? Вот здесь это было. Получается, MemoryStream у нас находится... Вот он, MemoryStream. Это в хедере. В коннектор хедер. В коннектор хедер. Вот. QDataStream. Поток данных. Открываем. Не конструктор. Вот. Приватный. Мы создадим QDataStream. Давайте подключим его, чтобы он работал беспроблемно. QDataStream. То есть поток данных. И в конструкторе мы его проинициализируем. TCP-сокет. Message. Size. 0. Запятая. Стрим. 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 Зыкс. Что нам нужно? DataStream. Да, вот указатель на QEODevice. QEODevice это как раз сокет, от которого мы отнаследовали. То есть мы передали указатель на себя, на этот объект. И получается, теперь мы можем читать смело из этого потока. Вот он. MessageStream. Читаем 4 байта. MessageSize. Это как CIN. Да, CIN это как с клавиатуры. Ну не только не с клавиатуры, а с STDIN. С потока входящего данных. Вот мы читаем. Клавиатура в него как раз отдает просто. Вот мы читаем в эту переменную. Это все можем закрывать. Электронный журнал. Всякий. Вот тут. Что-то хотели конкретное? Не хотели. Это кстати, вот эта девочка нарисовала логотип. Наш будущий. Очень неплохой, кстати. Мы пойдем попозже. Можем подойти посмотреть вместе. Вот. Они с 3 до 6 занимаются. И у них неплохой. Мне очень понравился. Ты слышал, как я рассказывал? Нет. Прицел. Корабельный. И там стоят кораблики бумажные. Ну так вроде прикольно на самом деле. Сначала так мне не очень. А когда присмотрелся, то прикольно. Так, что у нас здесь получается? Что-то мне не нравится, как тут написано на самом деле. Давайте разбираться. Из потока. Если MessageSize равное нулю, из потока читаем MessageSize. Если DataAvailable меньше, чем MessageSize, Return. Давайте. Мы все время читаем. Только если мы читаем из... Сначала мы должны прочитать первых 4 байта из потока. Это будет размер. И если данных меньше, чем... Вот здесь мне не нравится почему-то. Вот этот блок нам нужно раскомментировать. И его нужно использовать. Если сначала каждый раз, когда мы принимаем новый пакет, мы всегда... Мы всегда... Мы всегда... MessageSize у нас равен всегда нулю. То есть мы еще пакет не принимали. И если он равен нулю, мы пакет не принимали. И данных меньше, чем 4 байта. Тогда надо вернуться и ждать следующего вызова. Когда придет еще данные. Как только они пришли, еще данные. Вот. То получается, что MessageSize равен нулю, но данных чуть-чуть больше, чем 4 или 4 байта. Тогда мы проверяем. MessageSize равен нулю? Да, равен. Тогда мы сначала берем этот размер из потока. И если данных меньше... Ну, вот этот вот, конечно, вот этот блок мне тут не нравится. Сейчас разберемся. Теперь мы берем... И... То есть тут посимвольно, конечно, он читает. Ну, нормально. Вот. MessageSize происходит. То есть берем байт-арей. Это массив байтов. QbiteArray. И берем символ. Unsigned char symbol. И есть до тех пор, пока MessageSize больше нуля. Например, нам пришло 100 байт. В первых 4 байтах нам пришло число 100. Это говорит о том, что следующее 100 байт это наше сообщение, которое мы получили. Вот. До тех пор, пока MessageSize больше нуля, мы из потока постсимвольно читаем в байт-арей. Читаем, читаем, читаем. И MessageSize при этом уменьшаем. И когда мы дочитали до конца, получается, тогда... Вот уже MessageSize здесь равное нулю. Мы выходим отсюда. Этот мы Qdebug пока закроем. Этот Emmet мы тоже закроем. И получается... Вот эти данные мы тоже... QvariantMap нам не нужен. И это не нужно. MessageSize равное нулю. Получается... Здесь точно не нужно, потому что здесь while должен был выйти. Ну, на всякий случай запишем. Оставим пока, как здесь есть. И как только... Если же у нас bytes available больше нуля, то мы должны рекурсивно readyRead вызвать. Тут у меня функция там называлась parseData, а тут readyRead. И вот здесь, вот в этом месте, получается parseData. Нужно запарсить данные. И вот, собственно... Тут называется byteArray, а мы назовем allData. Вот это мы уберем, потому что мы уже все прочитали. А вот это мы этим воспользуемся. Этим куском данных. Куском кода. И вот это, собственно, получается... Наши данные. Отсюда. Вот мы взяли, прочитали все данные сокета. И запарсим их, получается, в JSON. Запарсили, тут у нас ошибка. Тут, кстати, ну, return все нормально. Тут обработали все. И в конце проверяем. Еще есть данные? ByCVL его больше нуля? Да, больше нуля. Тогда запускаем еще раз нашу функцию readyRead. И опять пытаемся читать. То есть там есть другой пакет. А вот это вот все нам пока больше не нужно. Так, ну, теоретически должно работать. А теперь нужно отправку сделать. Где мы отправляем данные? Мы делаем просто write. А нам нужно сделать функцию send в TCP-боте. Нужно сделать паблик после конструктора. Это у нас виртуальное. Здесь void. Send. И здесь const. qbyte.array.ampersand.data. Точка запятой. Вот теперь эту функцию нужно реализовать. Refactoring. Добавить функцию в TCP-боте. Вот это функция, которая будет отправлять. Мы будем делать не write, а send. Получается. Где она там? Вот. Send. Эти данные мы будем отправлять. Вот здесь мы их принимаем. по константной ссылке. И отправляем. Вот здесь тоже. А ну-ка, если нажмем Ctrl-Z и поищем. Ctrl-F. Есть еще использование. Использовать, использовать. Найти следующее. Продолжить поиск. Все, больше нет. Один раз использовали. Отлично. А теперь функция send. Где наш файлик? Вот это наш sender. Мы сейчас его скопируем. И посмотрим, что здесь делается. Это убираем. Qdebug. Нам пока не нужен. Вот мы вместо date назовем result. Qbyte.aray.result. То есть в нашу функцию приходит массив байт. Который нам нужно отправить. Вот мы сделаем копию этого массива. ByteRate.toSend. То, что нужно отправить. Возьмем. Узнаем размер. Сколько нам нужно отправить. И сделаем ToSend. Зарезервируем размер. Сколько нам нужно оставить. И еще 4 байта. Которые мы поставим впереди. Как размер. Правильно? Сначала у нас идет. Где у нас этот вот. В Redmi. Вот здесь написано. Сначала у нас 4 байта идет. Это первый. Это размер пакета. А потом собственно пакет. Вот мы и делаем резервирование. Мы зарезервировали размер. И 4 байта. Теперь дописываем первых 4 байта. У нас этот ToSend это ByteRate. Append функция, которая прибавляет один элемент. Каждый раз. Или другой какой-то элемент. Ну так. Тут сколько их. Вот их. Раз, два, три, четыре, пять. Перегруженные функции. Либо другой ByteRate. Либо const char звездочка. Либо const char звездочка с длиной. Либо количество чаров. Либо чар. И вот мы добавляем по чару. По одному. Вот мы приводим к чару. Наш размер. Производим сдвиг на 4,24 байта вправо. И умножаем на f в каждый раз. Таким образом мы записываем. Получается 4 байта. Четыре раза мы записываем. 4 байта. Приводим к intu. Размер. И потом дописываем в него результат. И просто отправляем в сокет. Все. Вот таким образом мы обернули кусок данных. С добавлением 4 байт. Вначале это как длину пакета. А ну-ка билдим. Что у нас получится. Билдится, билдится. Вот здесь видно сборка. Идет, идет. Все, сборка произошла. Запускаем. Connection refuse. Ну понятно. Сервер не запущен. Сейчас еще, кстати, здесь получается, что он не захочет. Вот мы сейчас увидим, что я запущу. И сервер будет в шоке с того, что он принял. Он говорит json parse error invalid character. 0,0 и так далее. То есть он не знает, что такое 0,0 этот символ. Потому что мы сначала отправляем 4 байта размер. То, что мы хотим отправить. А потом, собственно, данные. А он читается же побайтно. И первый байт это 0. Почему? Ну, потому что в Redmi вот это 20 байт. Первый байт. Помним, да, как инт располагается в памяти. Вот мы берем инт, так же, как он располагается в памяти. Мы 4 байт отправляем его в сокет. Так же самое мы принимаем. Тут какое-то число четвертым байтом идет. У нас инт справа налево пишется в памяти. Если тут будет до 255, ну, это мы можем вот так, кстати, сделать. Вызвать калькулятор. Переключиться. Программный режим. Написать. А? Да. Написать 256. И перевестись в двоичный. Оу. И что? Вот. Мы видим, вот снизу получается наше двоичное. Идет 1 байт, 2 байт, 3 байт и 4 байт. Соответственно, что мы видим? Мы видим одну единичку вот здесь. Если мы напишем туда число. Нет, это в десятичном. Это число. Напишем. Вот оно в двоичном нам высвечивается. Даже мы написали 12 миллионов 121 тысяча 212. То четвертый байт до сих пор нулевой. Вот мы его первым прочитали. Потом идет второй байт, третий байт и четвертый байт. И, соответственно, мы прочитали первым байт нулем. И JSON нам ругнулся, что вот, извините, но слэш ноль, я не знаю, что это такое. И JSON не захотел запарситься. Вот примерно вот так вот оно выглядит. Но для того, чтобы прочитать эти данные, мы сейчас переработаем немножко вот этот вот метод сендер и хендлер. И тогда он будет читать сначала первых 4 байта, которые размер, распарсит их как байты и прочитает дальше, как обычно. Это сиж плюс плюсный был заготовленный код, а это гошный. Копируем, открываем go. Так, это у нас сендер. Сначала перед тем, как цикл запускать, мы заготовим вот такие вот перемены. Эрор у нас уже есть, не надо. Сайз и сенд буфер. Так, и вот это вот скопируем и рассмотрим, что же тут происходит. Где у нас происходит отправка? Вот здесь. Давайте пока это отпустим. Ой, не отпустим, а опустим вниз чуть-чуть. И вставим. При сохранении он сам выставится. Итак, наша переменная сайз. Берем вот этот наш месседж, а не байт. Вот наш месседж. Вот, мы берем месседж, берем его длину. Сколько там этих байт? Правильно, мы должны узнать размер. Мы делаем то же самое, что делали в C, только на go. У нас есть сенд буфер, который мы будем отправлять. Мы делаем ему размер нулевой и дописываем в него сенд буфер. Дописываем в сенд буфер. И то же самое по байт насчитаем размер. 24 бита, 16 бит, 8 бит и потом сайз. И таким образом он выстраивается с двигом. Вот в такую вот картинку. То, что мы видим снизу. По байт на. И теперь получается connection клеит в right side буфер. В right буфер. Вот это мы закомментируем. Вот это мы закомментируем. И здесь получается нам нужно отправить уже не message, а need to send. И будет то же самое абсолютно, что мы отправляли. Только отправляем уже, оп, даже забилдилось. Отправляем уже тот же самый байт array, который мы отправляли в JSON, только впереди дописали 4 байта размера. Вот таким вот образом. Дописали 4 байта и отправили. А теперь нам нужно прочитать то, что он там нам пишет, что он не умеет читать. А тут вот немножко побольше. Кода. Это вот этот цикл. До цикла вернее. Где наш ридер. Вот. До цикла. Мы заранее заготовим переменные. Временный буфер размером 4. Который мы сначала читаем 4 байта, а потом выделим размер на этот буфер. Пока не знаю, что это такое. Сейчас мы посмотрим и узнаем, нужен он нам или нет. В вечном цикле мы будем читать. Ага. Тут единственное, что вот этот вот данный будет сработать. Но давайте пока сделаем, а дальше будем видеть. Где наш этот буфер мы сейчас запустим. Вот так вот. Василий, ты же плачешь? Да. Можно чуть-чуть уменьшить, чтобы мне было видно, что я делаю. Так. TMP, байт, намбайт. То есть сколько временно мы читаем наша функция. P.Rhythm. Читаем наш временный буфер размером в 4. Намбайт у нас 0. Он у нас каждый раз должен быть, кстати, 0. Где-то он еще тут. Вот он становится 0. Все отлично. Каждый раз мы читаем с 0. 4 байта. Здесь мы напишем, как там мы выходим, где у нас тут была. Вот так. Мы выходим из гурутины. ReadError. Получается 4 байт с ReadError. Чтобы мы знали, что именно в этом месте он вылетел. И вот таким вот образом он вылетит. Теперь берем размер буфера. Если меньше 4, то continue. Ждем дальше. Ждем, ждем, ждем. Читаем, читаем, читаем. Как только дочитали, вышли из цикла. Отлично. Теперь узнаем, сколько размер этого байта. Давайте скопируем все и разберемся, что надо, что нет. Вот мы прочитали в наш буфер первых 4 байта. Теперь нам нужно сделать из него int. Преобразовать по байтам, прочитать. Умножить каждый раз. Вот в этом вот цикле. 4 раза. Мы size равно size умножить на 256. плюс приводим элемент к int. Соответственно, получаем в итоге после 4 раз, получаем размер. Этот size, который там находится. Вот из такого вот вида превращаем вот в такой. Так, здесь у нас, если size равняется 0, значит какой-то continue. А temps у нас используется? Да, используется. Если вот size больше, чем 909, ну в общем через 10 килобайт, нам пытаются подсунуть буфер больше 10 килобайт. Это невозможно. Ну слишком много. И то даже 10 килобайт это много. И то и так уже расщедрился. 10 килобайт разрешаю максимум выделить. А temps это количество попыток, которые пытаются нам подсунуть непонятные данные. Вот. И продолжаем, продолжаем этот цикл. А вот здесь теперь этот буфер. Он у нас этот буфер. Вот мы его сделали здесь 24. Мы ему сделаем 0. А здесь мы ему делаем размер в байтереев как раз под вот этот размер, который мы считали. Под этот буфер. Уменьшили, то есть обнулили опять количество. То есть, и теперь в цикле читаем из сокета в буфер вот такой-то размер. И здесь то же самое. Где у нас получается? О, Ctrl Z. Копируем. Это завершение коннекшена. Data Read Error. И прерываем цикл, если вдруг дочитали до конца. И все. И получается у нас все. Будь здоров. Счастливо. И получается, что в конце всего вот этого мы это давайте пока оставим. Да нет, не надо нам оно. И в конце мы делаем dispatch. И здесь нам теперь парсить нужно просто буфер. Потому что вот этот лен нам больше не нужен. Мы заранее знали длину. Установили ее и считали нужное количество этих байт. И поэтому мы будем просто читать из буфера. И распарсивать его. Давайте попробуем отбил, отбилдить. И вот здесь добавим переменную Error. War Error. Типа Error. Все. Давайте запустим. И посмотрим, получится у нас передать информацию на сервер или нет. То есть он распарсивает он нормально или нет. Отправляем. Да, все нормально. Только паника выскочила. Ну, сейчас разберемся почему. Bounce out of range. Вот в этой строке, в 72-й, ему не понравился вот этот вот темпобуфер. Не понял я, почему он ему не понравился. Это читание, да? Ну, как раз получается. Мы пытаемся... Выключили. Давайте я еще раз запущу. Посмотрю, что у нас здесь происходит. Connected. Handler Close. Паника. Вот в этом месте. Мы читаем в буфер, начиная с нуля и далее. А он говорит, что... Что он говорит... Slice Bound Out of Range. Все отлично заработало. Данные отправились с размером. Теперь происходит ожидание... Данные отправились. Происходит ожидание оппонента. Запускаем еще одного клиента. Соответственно, все. Теперь нам нужен... Ходит второй. Вот у нас первый, второй бот. Авторизация. Этот второй. Этот с первым индичником. Этот говорит... Хочу сыграть. Этот говорит... Ожидайте. Этому сразу приходит, что мол... Вот они. С тобой будут играть первый. Этому будет играть второй. Ходит второй. Ходит второй. Теперь наш бот должен отреагировать на эту команду. И сделать какой-то ход. То есть нам нужно вызвать функцию... Турн, в которой он должен произвести какой-то ход. Отлично. Видите? Теперь у нас пакеты уже не склеиваются никак. Потому что вначале идет 4 байта размер пакета. И потом, собственно, байтерейн, массив байт вот этих вот. Сколько этот пакет? Ну, сам пакет. И так далее. Мы прочитали первых 4 байта. Взяли пакет. Прочитали, запарсили, отправили на отработку. Пришли опять, читаем 4 байта. И так далее. Так по кругу у нас пакеты никогда не склеятся. Ну, как показала практика, это лучший способ отправлять данные через сокет. Вот таким вот образом. Видел, как они у нас начали работать? Ну, вот, смотри, друг, вот теперь смотри. Что у нас? Что уже даже сказал, ходит первый. Ой, второй. Считаю два, а говорю один. Вот. И этому, и этому пришел. Вот этот должен походить теперь. Потому что, когда он авторизовался, ему сказали, что он второй. Этот, когда авторизовался, он был первым. Он встал в очередь, ему сказали, жди. Ожидание оппонента. Потом, когда этот подключился, им обоим пришел, что с тобой играет второй оппонент, бот 2. С тобой играет первый оппонент, бот 1. Ходит, сейчас второй. Ходит, сейчас второй. Этот, по идее, должен ходить. Поэтому вот здесь весь этот страшный код теперь надо закрыть. Закрыть без сохранения. Вот что значит иметь, да, наработки из прошлых проектов. То есть уже раз, раз, скопировал. Уже давным-давно все написано. Только бери да пользуйся. Так, здесь теперь единственное, что мне бы хотелось. Вот это вот распарсивание. Вот после того, как мы распарсили JSON и отработку с ним, хотелось бы отправить в отдельную какую-то функцию. Вот сейчас найдем здесь вот send. Давайте сделаем void. Parse. Rotocall, например. И в нее передадим const. qjson.document.ampersand.doc. Константную ссылку. Для того, чтобы не копировать данные. И выдернем, получается, вот этот кусок. Вот здесь у нас parse.error. Здесь return произошел. Вот этот документ. И вот этот весь кусок, вот этот мы вырежем. И здесь запишем, вызовем функцию parse protocol. И туда передадим документ. А в этой функции parse protocol, этот документ обработаем. Вам все плюс плюсы рассказывают, что такое auto? Автотип, да? Это все плюс плюс 11 версии. Раньше такого не было. Раньше это был класс памяти для переменной. Регистр, авто, локальное, в стеке. Там раньше так было. Сейчас это уже исправили. Эту стучку сделали автотип. Очень-очень удобно. Так, поехали дальше. Значит, смотрите. Вот здесь, получается, мы должны были взять. А ну-ка, если я здесь поставлю точку останова. И запущу бота вот таким вот образом. Происходит билдинг. А второго бота запущу просто вот так вот. Вот. И к первому боту пришел теперь вот сюда вот вызов. Берем, нажимаем F10. M оппонент 4. Name 4. Что это такое? Что происходит? Что-то в обратную сторону идет. Получается, все отработало правильно. Я хотел увидеть, он корабли попытается распарсить или нет. А он их не попытался распарсить, потому что там данные не пришли. Вот этот шипс не отработал. И корабли не высветились нам. Так, что нам теперь нужно сделать? Следующее. А следующее нам нужно сделать, собственно, расстановку кораблей. И вот прием их, да? А верификацию на сервере? Ну, верификацию на сервере. Но сначала давай пока без верификации. Ну, то есть, в смысле, пока не будем принимать от бота корабли. Расставим сами и отправим ему боту, чтобы он мог их принять. И мы должны их увидеть, правильно ли они у нас запарсились в массив или неправильно. Так, а для этого нам что нужно? Писать в go. Так, здесь останавливаем. Вот это чтение закрываем из сокета. Так, это наш handle. Где у нас battle create? Это вот здесь. И вот здесь. Вот здесь создается battle. И теперь нам нужно расставить, получается, корабли вот здесь и вот здесь. В двух местах. Для первого и для второго игрока нужно расставить корабли. Предлагаю сразу тогда сделать, получается, отдельный файл в пакете battle, чтобы они все это в функции кучи не было в одном. Как назовем этот файл, который будет расставлять корабли? Плэйсмент. Гоу. Подходит? Александр, что ты думаешь? Пэккэдж батл. Функция. Плэйс. Шипс. Плэйс. Плэйс. Так, что мы тут хотим? Давайте сначала у нас вообще даже нет негде эти роутеры, процессы. Это нет, локал даты. Вот, create. То есть нам нужно расставить корабли. У нас вот есть новый батл. Вот. И здесь вот в батл у нас есть тот, кто первым ходит. Теперь нам нужен тот поля, нужный поля. Где у кого какое поле. Филд 1. Как мы назовем это? Поле 1. И точно так же вспомнил, как копировать. Ctrl-Shift-D. Копируйте строку. И поле 2. Плэйсмэнт. 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 Должен принять... Для поля первого или для второго. Ага. Вот здесь, если мы ставим для первого корабля, для первого бота, точнее, корабли расставляем для первого бота, тогда надо нам передать указатель на вот этот вот... На вот этот вот поле. И для второго, если то, то на вот этот вот. Так, значит, я здесь мы принимаем. А давайте вот так лучше сделаем. Вернем этот поле. И здесь напишем, что... NewBattle.Pole1 равно... Wayships. И все, он нам их расставит и отдаст. И мы их сохраним. И то же самое сделаем для поля второго, если у нас попросили расставить корабли вот здесь. Кликаем сюда. И теперь делаем... Что у нас там получается? Делаем поле. Сделаем массив массивов, интов. Размером. Так, а ну-ка, сейчас давайте посмотрим, как там в Go... Наверное, это... GoLang... Make... Slice. Sloth. Make Slice. Usage and Internals. Так, как у нас Make Slice происходит? Вот. Land Cup. Встроенная функция Make делает Slice. И имеет вот такую вот запись. Запись. Где... T... Это... Тип. Да, шаблон. Make... Type and Land and Capacity. When Code makes... I так считаю, что да, лучше не это вот. Land и Capacity. Тогда нам нужно, получается, сделать 10 на 10. И сделать нужно... Сейчас, сейчас, сейчас. Как его нужно сделать? Format. PrintF. Запятая поле. Увидим, что у нас тут в поле. Поле, двоеточие, процент, В. Ага. Поле нужно сделать, чтобы он не ругался. Запускаем. Запускаем. Двух клиентов. Это первый. Это второй. Что у нас получается? Что он? 10. Вот то, что нам нужно. Размер сразу указываем. И не нужно Make. Так, как там было. 10. 10. Пинтов. Перезапускаем. Говорит, не нравится ему. Там же же было 10 пинтов. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Не работаю я со статическими двумерными массивами в ГО. Не могу сказать наверняка, что произойдет. И как оно все будет работать. Раз. И два. Так, смотрим. Вот. То, как раз, что и нужно было. Поле. Первый. Второй. Третий. Второе поле. В каждом 100 элементов. Отличненько. Теперь, значит, возьмем. Вот это уберем. Да? С плюс плюс. Для того, чтобы вывести массив. Два цикла писать надо. Выводить каждый элемент. Тут просто плюс процент В сделал. Процент Д. Знаешь, что это такое, Саша? Диджит. Да. Или Декимал. Диджит. Процент С строка. Процент И это Инт. Там процент С это Чар. А процент В это Вэлли. Ну, то есть, значение. Что там есть, то он и выведет. Очень-очень удобно с этим работать. Так, давайте сначала. Так, как мы будем, как у нас алгоритм расстановки кораблей? Кто быстренько сейчас, вшух, вспомнит. Ну, вообще, как бы, да. Надо функцию валидации, которая с указателем на корабль и пройдет все ряды постреляющих металл на поле. Тогда можно раздумно будет цикла. Поставить корабль, а то есть физику, а поле, а не просто раздумя. Вот так нужно писать. Потому что в C++ мы пишем кейс такой-то, кейс такой-то, кейс такой-то, брейк. Тут в свече брейк вообще не пишется. В свече его можно писать, он не брейк, ну, он будет игнорироваться на этапе компиляции. Ты пишешь кейс 1, кейс 2, двоеточие. Соответственно, они друг друга не отработают. У них нет брейка. То есть, от кейса до кейса автоматом брейк происходит. То есть, а для того, чтобы 2 сработало, нужно написать это в гол, да? Да, это в гол. В остальных языках, ну, не знаю, по это никак. Все поудобные, они все идут кейс за кейсом. Да, кейс за кейсом, потом брейк. Если ты брейк не поставил, то начинает работать второй там и так далее. То есть, кейс игнорируется, правильно? Вот так как в принципе. Вот так прикольнее. Да, согласен, что так логичнее, чем как было раньше. Вот по мне, лично по мне, вот так гораздо удобнее. А как брейк забыл поставить, и все. А это элементарно, забыть брейк при больших свечах, правильно? Итак, что у нас получается? Тут мы ставим place 3, palubs, кейс 0. Это значит 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, двоеточие. Это 2, 2 palubs. И default 1 palubs. Итак, мы тут ничего не проверяем. Мы просто, как он называется, ставим 4, palubs, да? Выбираем random на координаты x. Нет, сначала нам надо random на выбрать direction. var x, y, dir, int. rnd, int, 31, n, до 2. Если direction равна 0, вертикально ставим кораблик, то мы x не рот, но это еще просто равно rnd. Int, 31, n. Как там у нас получается? x вертикально. Это мы вот так ставим, тогда мы x не ограничиваем, правильно? До 10, а y мы ограничиваем rnd. Ой, что это такое? n31, n. До скольки получается? До 7. Ну, до 7 не включительно здесь. Смотри, тут получается... И теперь делаем циклом сколько там получается. Количество палуб. Ну, давай сейчас пока пишем, а там будем уже переносить по функциям и так далее. Вайл... А, нет же ж фора... Нет же ж вайла, тут вообще нету вайла. Вайл полупс больше нуля. Не ду, не вайл, ничего. Просто фор. Да. Да-да-да-да, проверка. Поле. Ну, да-да, ну как бы... Вайл, а ду, как вайл, форум не пропишешь. Фу, ду, как... Проще так хочется. Ну, там надо будет ив. Проверку в конце ив. Да. Так, это у нас y, правильно? Сначала идет. Потом x равен... Давайте 4, да? У нас 4-х палубный. Палубс минус минус. Что-то мне нравится мне тут. 32-х палубный. Одна четвёрочка стоит, да? А чего одна? Ну две, ну потому что Два поля, два игрока А, точно, блин, ты гений Просто спасибо тебе Мы вертикально ставим Значит Тут полос минус минуса Тут у плюс плюс, правильно? А можно оставить Ну давай пробуем, я не знаю На самом деле Но скорее всего нет Да, видишь Это получается Вот они стоят вот так, да? Получается, они стоят здесь Он уперся вниз Вниз А вот, чтобы не было потом вопросов Ну чтобы так его расставить, так-то можно, конечно, задебашить как угодно А кстати Ну получается 10 раз надо писать Ладно, не хочу Пи меньше 10 И плюс-плюс Сначала мы часто выводим Сначала мы часто выводим Джей А потом И У нас Джей будет меняться все Быстрее Поэтому мы выводим Сначала Столбцы А потом меняем строку Правильно? Опять столбцы Ну, примерно так И мы выводим И мы выводим его Как процент Д Как процент Д И теперь После каждого Слэш Н Принят Поле-поле Многовато, да? Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять Пожалуйста Точно, спасибо Но в первом кораблик стоит А в втором нет А почему? По-любому По-любому, да? Читер Что-что? Ну да, они же локальные все Какой? Вот это Плейсшип В крейте Если он говорит Нам надо расставить Вот мы вызываем раз Мы вызываем два Для поля первого Для поля второго Вот это Кстати Принт поля Давайте попробуем Сделать Не здесь Вывести А вот здесь Принт поля И туда НБ Точка Поля 1 Вот это Сюда Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять Так? Стоят оба корабля И раз И два Но только стоят почему-то одинаково Стоят оба корабля Может совпадение? Что-что? А они сделали 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 Может совпадение? Вдруг Думаешь? Давай еще раз Совпадение? Ну блин, это жесть Вот это, конечно, прикол Я такого еще не видел Не, ну видел, но не настолько Прикольно Тут стоит здесь Здесь стоит так Говорит, на YouTube Пора загружать Ну уже половина шестого Давайте, наверное, на этом раз Разойдемся Завтра будем собираться или нет? Так что у нас немного Лучше уже на YouTube, да, будем смотреть? Я буду выкладывать Да, я завтра на три часа пойду В одно место Все, ребята Там, значит, на YouTube Всех, кто на YouTube Нас смотрит Всем До следующего выпуска